Великой Отечественной войне 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 И мы должны понимать миссию, которую несут наши воины, среди которых уже есть погибшие. Сегодня мы с вами встретимся и услышим голос матерей и жен, у которых близкие погибли при выполнении специальной военной операции. Мазуша Кичегяцов Евгений Васильевич, добро пожаловать на специальную военную операцию. Сколько ему лет? Сколько лет ему? Ему было 56 лет. У нас трое детей. Воспитывал детей всегда в радости, в мужестве. Он был патриот своей страны, своей родины. Даже когда служил в рядах Советской Армии, там тоже напался на Афганскую войну в Афганистан. Он жил и хотел поехать туда, но его не взяли. Он решил все-таки, что это его дело, не оставаться в стороне патриотов. Все-таки главная сила нашего народа – это патриотизм. Я думаю, что это нестойный поступок для подрастающего молодого поколения. Ярослав Греков служил в спецназе, был разведчиком. В селе Сладкое Донецкой области первым обнаружил врага. Завязался ожесточенный бой, во время которого его ранили. Представлен к правительственной награде посмертно. Ярослав всегда старался, он всегда хотел быть военным. Это с самого детства было, и патриотическое воспитание было привито ему. После окончания колледжа он сам пошел, подал документы в военкомат. И его отправили служить в Хабаровск, в войска ВДВ. После окончания армии он вернулся. Три года жил в Якутске, но все равно это его желание пересилило. Он подписал контракт, опять-таки, в Хабаровск, на воинскую службу. И с 17-го года он находился на воинской службе в Хабаровске. В отряде спецназа, это 14-я бригада специального назначения. Как случилось? Как он погиб? С марта месяца он принимал участие в специальной военной операции. И в март, апрель, май, июнь, июль он воевал, август. Он редко выходил на связь, потому что этого было делать нельзя. Он разведчик. И в августе, 23-го августа, был тяжелый бой. Он, значит, сходил в разведку, как обычно. И вот после того, как он обнаружил противника, после этого был тяжелый очень бой. И получилось так, что он был ранен. Ранен, пуля попала... Он был в бронежилете, но пуля попала в бок, там, где нет защиты от бронежилета. То есть вот такая была бедная смерть. И после этого был тяжелый бой, как мне рассказывали. Но ребята все-таки вытащили его с поля боя. На воспитании Ярослава большую роль очень сыграл мой отец, дедушка Ярослава. Он сам дитя войны, ребенок войны. Он родился в 1937 году. И то есть постоянно вот эта вот красная линия у нас проходила всегда в семье. Дедушка очень такой честный, очень справедливый человек. Он жив до сих пор, ему 85 лет. Все хорошо с ним, он здоров. Ярослав является почетным строителем города Якутска. И постоянно с Ярославом вот эти темы обсуждались, какие-то фильмы смотрели про войну и так далее. То есть всегда это сквозило в нашей семье все разговоры о войне. И вот Ярослав как-то он очень это впитывал, ему это было очень близко всегда. Ну и Вадим хочет сказать о своем брате. Вообще я его запомнил как... Достаточно. Правильного человека, честного. И считаю то, что посвятить свою жизнь службе сможет не каждый. И вообще в целом нет даже смерти святее, чем отдать ее за отчизну, за государство и за друзей. Ярослав Греков был настоящим патриотом своей страны. Со школьной скамьей проявлялся его характер. Как все мальчики. Конечно, ей шалили. Бывало, что ей где-то не вовремя приходили на уроки, опаздывали. Все как обычный ребенок. Говорят, он не пользовался авторитетом среди мальчиков. Да, потому что... Я же говорю, что у него стержень был. Потом он, знаете, мальчик внешне очень красивый, крепкий, физически крепкий. И после девятого класса он ушел, он заранее уже знал, целеустремленно я имею туда, он знал, куда ему идти поступать. Он пошел в одиннадцатый. Без всякого сожаления. То есть у него была уже цель. Я думаю, что здесь взаимовыручка. Возможно, любовь к своему ближнему. И поэтому, мне кажется, любовь, это... Я не могу точно выразить, как... Любовь, она есть ко всему любовь. И вот чувство ответственности, я думаю, все-таки. Вот он ответственный в семье за что-то, да? И точно так же он ответственность принимает на себя вот за Родину. Ярослав, учащийся в школе, всегда был жизнерадостным, любил спорт и подвижные игры. При близком общении он уже был такой... Всегда вежливый был, джентльмен. Вот. Обходительный. Шутки у него не заканчивались. Ну, такой же шутки у него в школе. Как бы мужик стоящий. И после, как вот, считай, я его видел. После, вот, перед отправкой в том году он ко мне заходил. Он попросил о помощи. И мы сходили к нему. Я ему помогу в шкаф их нести. Вот, с второго этажа. Мы, как бы, посидели, чай попью. Он разговаривал. Когда еще собирались встретиться, наоборот, классом, он говорил, типа, надо встретиться. Типа, он все у нас пытался постоянно собрать. Все. Каждый год практически. У Ярослава осталась дочь. Он был прекрасным отцом. В отпуск всегда приезжал домой в Якутию, чтобы помочь родным. Жанна Валентиновна, мать Ярослава Грекова, несмотря на свое горе, нашла в себе силы организовать совет матерей-солдат, погибших при выполнении спецоперации. Одной из главных целей совета является создание аллеи славы для достойного сохранения памяти о павших героях. Мы, как матери детей, погибших на специальной военной операции, решили объединиться, создать совет матерей, для того, чтобы увековечить память наших детей, наших мужей, и для того, чтобы оказывать всевозможную поддержку, психологическую, юридическую помощь, моральную помощь матерям и женам, которые потеряли своих близких. Вот с этой целью мы создали совет, и в дальнейшем планы у нас очень большие. Мы хотим продвигать идею о том, что все-таки должна быть в городе аллея славы, для ветеранов боевых действий, для детей погибших наших, для мужей наших погибших. И хотим, чтобы все-таки было оборудовано кладбище, достойное, чтобы это действительно была аллея славы, и наши герои покоились с миром. Ярослав Греков учился в школе номер 16 города Якутска имени Сергея Черных, в которой большое внимание уделяют военному делу. В школе не один год ведет свою деятельность военно-патриотический клуб, который воспитал многих защитников Родины. Во время уроков, когда у старших классов затрагиваешь тему, относятся с пониманием, знают, что происходит, из-за чего это происходит, кто причина. Они осознают, они понимают. Все, они понимают, они идут, девчонки идут, много девочек. Но на каждую перемену, в каждую перемену прибегают. Все, Алексей Николаевич, дайте оружие, поработать с оружием. Приходят выпускники после прохождения службы. Ну, что, ребята, как служат? Да, вообще, говорят, отдыхали. Все, всем владеют, все умеют. Практически все возвращаются со звания. Мы все понимаем, брак перед нами жестокий, и необходимо быть готовыми дать достойный отпор. Наше общество сегодня объединяется для защиты своей Родины. Единство – это путь к победе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова